здравствуйте сегодня тема выпуска youtube отчитываемся и тормозим значит что знаете отчитываемся еще неделю назад проскочила новость что государство пытается обязать всех значит владельцев каналов у кого более 1000 подписчиков видитесь идентифицировать себя направляя видимо какую-то анкету в русском надзор значит позже появилась информация что тысяча посетителей должно быть в день я соответственно эту информацию сразу прикинул к тому что мы имеем но в общем то мы попадаем под отчетность значит вчера рапси news опубликовала информацию а это у нас агентство судебной информации правовой соответственно опубликовала информацию о том что подготовлен законопроект вроде как он скоро будет слушаться и там уже указывается что должно быть они посетители в день подписчиков на канале должно быть и цифра увеличен до 10000 но слава богу мы пока не попадаем под эту отчетность но в принципе я и при желании не хотел таким заниматься потому что ночью отчетность там на канале указаны все идентификаторы если хочешь можешь покопаться найти все контакты вот но штука в чем что государство пытается регулировать интернет почему это она делает но потому что мы помним что в дагестане после нескольких постов в телеграм разбомбили целый аэропорт местные жители пытаясь от там найти граждан израиля которые в общем после конфликта с палестиной у дагестанцев видимо не вызывает никакого уважения и в общем то готовы они не пуститься в кулачный бой но пока они пустились кулачный бой только с правоохранителями и охранниками аэропорта при этом нанеся достаточно серьезный экономический урон аэропорту и в общем-то уголовное дело сейчас идет полным ходом и светит им немалые сроки ну вот помимо всего прочего государство продолжает регулировать интернет притормаживая значит youtube связь чем такие действия государства возникли значит youtube очередной раз выпилил российских видимо видео блогеров в числе которых и был шаман но поскольку у нас шам шаман гиперпатриот и поет патриотичные письма видимо государства у нас решила постоять за него но на мой взгляд сделал это совершенно не умел поскольку в ответ на значит блокировку каналов государство решила ограничить доступ своим гражданам к ютубу выглядит это примерно так что на зло маме отморожу уши да то есть кому от этого от этих санкций что ли хуже только россиянам россияне youtube сейчас не приносит никакого дохода с и с отключением возможности монетизации и я думаю что youtube просто все равно на эти все санкции которые составлены страны российской федерации возникают более того как альтернатива youtube у нас предлагается рутуб но я думаю что сейчас такое количество контента от россиян залито на youtube что вряд ли рутуб потянет перезали всего этого контента на свою платформу тем более интересная ситуация у нас возникает почему же эти все супер патриоты размещаются на ютубе они патриотично заливает свои видео на руту ответ очень простой рутуб как экономический проект не очень-то живой он булькает уже давно но у нас раньше государство заявляла о создании супер поисковика который всех порвет в интернете назывался он спутник но я предполагаю что многие даже не узнали его существование на данный момент домен спутник ru в общем то не хостится никаким сайтом и тем более никаким поисковиком то есть государство вложила деньги все это посуществовало какое-то время и удачника загнулась после того как деньги закончились на экономическую какую-то доходность никто там не вышел я предполагаю выходить не собирался то есть были деньги моих тратили кончились деньги мы разбежались вот примерно так выглядел этот мега поисковик но на самом деле вот эти все громкие заявления и большие движения они продолжаются страны государства это означает что что государство пытается регулировать сферу интернета государство наконец-то начинает понимать что телевидение как таковое это уже обживающий свое вид информационного канала поскольку сейчас даже граждане смотрят телевизор через интернет у нас все телевизоры сейчас подключается по вай-фай или через rg-45 кабель и спокойно передают из интернета телевидение вот то есть акцент смещается раньше было телевидение и интернет а сейчас интернет и телевидение при этом все вот эти вот телевизионные передачи но на мой взгляд они не очень интересны граждан поскольку там определенная повестка все по расписанию а если ты хочешь сейчас посмотреть мультики а через пять минут кино то здесь конечно на помощь выходит только интернет телевидение у нас пока не стало настолько интерактивным вот но надеюсь все эти потоки государства приведут к чему нехорошему они просто к блокировке youtube мы помним историю как у нас telegram попал в опалу и дружно его блокировали наши государственные органы в итоге заблокировали кучу сервисов которые несли урон пока россиян и надеюсь что с youtube он будет не так же как минимум на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо